я никогда не был атеистом я всегда верил что мы созданы по образу и подобию бога не знаю но уж богом точно потому что когда я рассматривал свои семейные фотографии я ни разу не нашел из своих предков четвертом колени человека похожего на обезьяну и особенно когда после долгих 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 лет того что все боялись называть себя евреями вдруг мне сказали что мы оказывается евреи и это было неудивительно потому что фамилии были абсолютно еврейскими но почему-то писали все русским и я не что проснулась внутри я начал искать все что называется корни и в то время как раз открылся израильский культурный центр в городе ташкенте в котором я родился и вырос и я пошел туда для того чтобы познакомиться немножко с тем что же такое израиль первый кто меня там встретил был человек по имени бенци бенци он он был директором этого культурного центра и когда ему объяснил зачем я туда пришел он сказал ты знаешь я не знаю что тебе подарить но вот есть книга которая точно тебе поможет и вручил мне книгу торы это был просто такой перевод с иврита на русский и на ней даже вы даже комментариев не было я начал читать причем читал я очень жадно я думаю что это все-таки подарок от господа потому что я начал постигать слово божие прямо что называется из первоисточника и когда я начал читать тору понятно что много было мне непонятно для чего это вообще было написано что это на самом деле такое я не относился к этому на самом деле как слову божьему я относился к этому какой-то исторической книги но каждый раз когда я перелистывал следующую страницу следующую страницу я начинал ощущать что все-таки со мной с этих страниц говорит бог и я начал прочитывать все больше и больше пошел синагогу ходил и слушал проповеди раввина очень толковый был раввин и рассказывал все очень подробно мне было все очень понятно я не знал мне говорит слушай как ты можешь понимать вот чтобы тебе ничего не растолковывали не знаю меня касается я это как-то понимаю и со временем я стал обычным религиозным евреем который ходил в синагогу который по субботам читал тору ну тогда нам разрешали там читать и на иврите на русском то есть то на каком языке хочет что-то на таком и читает и в конце концов я пришел к тому что да я наконец нашел бога это все продолжалось достаточно быстро в течение пару лет может быть я даже соблюдал субботу некоторое время ходил пешком через весь город синагогу чтобы не ездить на транспорте хотя транспорт ходил но тора говорила не ездить на вернее в раввины мне говорили что в торе написано не ездить нужно а идти и в какой-то прекрасный момент я начал понимать что чего-то мне не хватает такое ощущение что читаешь вот эти книги пятикнижья моисея пророков писания частично заканчивается книга и ты понимаешь что продолжение у него нет то есть такое знаете открытый текст такой вот как на английском говорят to be continued и я думаю ну чем же это в конце концов закончится из конец мы дочитали уже последнего пророка пророк малахия и я понял что книга в общем ничем не заканчивается надо с этим что-то решать каким-то образом мне попался в руки какой-то очередной молодежный журнал в котором было опубликовано 4 евангелия начиналось все там именно с евангелия от иоанна я прочитал эти четыре евангелия начиная с евангелия от иоанна особенно прочитав евангелие от иоанна я понял ну вот же продолжение вот логическое завершение того о чем написано в торе и у пророков я пошел к раввину и говорю послушай говорю вот смотри я нашел вот вот ты видишь что вот здесь моисей говорит что придет примиритель вот здесь пророки говорят придет утешитель вот здесь написано что придет и возряд на того которого пронзили это же вот про 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 это все написано он посмотрел на меня и сказал знаешь что я думаю он горит я думаю тебе стоит прочитать все эти песни все эти письмена или какой-то назвался таким принадлежительным словом для того чтобы понять почему мы евреи за этим не следуем я прочитал еще раз но я понял что это реально продолжение а в некоторых местах даже завершение того о чем писал описали тора и пророки я думал ну ладно прощу этому раввину он видимо никогда не был в израиле я поеду я собирался уехать в америку игру я вот когда приеду в израиль я уж точно тогда узнаю кто кто то кто есть кто я приехал в израиль господь привел меня сюда и всю мою семью и я начал ходить синагогу ну как положено любому еврею я ходил в синагогу я слушал проповеди прошел год я понял что мы так до этого момента до евангелия тылана не дойдем я просто прихожу к раввину этой синагоги игры послушай меня я вот хотел узнать когда мы начнем про иисуса разговаривать он говорит так мы уже разговаривали про обоих иисусов я вручу про обоих иисусов разгону как есть иисус навин и есть иисус и сын и у седека ягода нет не про это вот иисус из назарета живот это с показываем и евангелие от иоанна нет вообще не сложилось что они готовы были меня забросать камнями там же при входе в синагогу и я сказал ну ладно значит они тоже ничего не понимают я буду все-таки искать истину и я перестал ходить в синагогу и когда человек отходит от общения с богом пусть даже в синагоге пусть это даже фарисейство человек начинает отдаляться от него все дальше и дальше и дальше так случилось что в моей жизни было как такая красная линия за которую заступать нельзя и эта линия 10 заповедей 10 заповедей которые я считал что это вот рамки это то что меня ограничивает за них нельзя все что внутри них можно и все остальные 600 с лишним заповедей которые господь дал это было у меня как рекомендация ну то есть хочешь исполняй хочешь не исполняй и в конце концов когда я понял что бог все-таки меня для чего-то привел потому что могу посвятить что еще не будучи верующим я силой божьей точно точно это были не не дьявольские силы это я могу подтвердить меня спасали три раза от терактов то есть в тех местах где я находился и уходил оттуда буквально там по прошествии 10-15 минут иногда один раз это было буквально через три минуты после того как я туда ушел там появлялся террорист смертник и взрывал себя я уходил от этого благодаря проведению божьему он всегда ставил обстоятельства так что мне не нужно будет было там больше оставаться или мне что-то тянуло покинуть это место меня стреляли по роду моей деятельности здесь я был связан со силами безопасности в израиле надо мной заносили ножи и последний момент когда человек уже готов был его опустить и просто меня его вонзить он просто бросал этот нож и уходил я не знал почему это происходит но я чувствовал что бог как-то обо мне заботиться я всегда говорил хотя и на самом деле был еще тогда человеком совершенно неверующим и в конце концов после многих 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 разных моих здесь похождений очень греховных похождения по сегодняшнему дню это занятие оккультизмом это и гипноз это и различные восточные философии и так далее все-таки господь начал ставить вокруг меня христиан что удивительно ни один из них за шесть лет знакомства с ними не проповедовал мне евангелие они просто сообщали мне мы христиане ну христиане и слава богу вы христиане я нет так и будем жить вместе пока в один прекрасный день не случилось так что я попал в церковь и попал в церковь совершенно случайно не потому что мне туда пригласил или так меня пригласили но я пошел туда не за тем чтобы послушать евангелие меня интересовал один вопрос и да сейчас не помню какой но на него я ответа не получил в тот день когда пришел зато когда закончилось прославление и началась проповедь меня просто наверное облила погрузила я не знаю как назвать просто объяла любовью божью изнутри и снаружи я не знаю как это еще назвать дело в том что я никогда не потреблял наркотики поэтому я не знаю что такое кайф когда я пил я никогда не пьянел под меня не знаешь такое опьянение поэтому я могу вам сказать что это было из мирского но это было забыла божья любовь я просто прослезился и я почувствовал что меня действительно здесь любят и любят не только эти люди которые сидят в этой церкви которые мне очень хорошо приняли даже не знаю кто я вообще я пришел как будто к себе домой. А меня любит Бог, и я это ощутил. А в процессе проповеди у меня просто сложился пазл. Почему я видел, что у Торы и у пророков должно быть продолжение, почему я это продолжение видел, а другие не давали мне его увидеть. И когда я это почувствовал на себе, я просто подошел к пастору, которого я знал уже до этого много лет, поблагодарил его за то, что он меня пригласил сюда, поблагодарил за то, что он не ответил на мой вопрос, но за то своей проповедью ответил на много других. И сказал ему, я хочу принять Иисуса Христа Господом своим и Спасителем. Это, кстати, было ровно три года назад, 6 января 2014 года. 6 февраля, прошу прощения. Я помню это как свой день рождения. Я не помню другие даты, когда я крестился, когда я узнал первый раз об Иисусе, когда мне первый раз проповедили. Я их не помню, честно вам говорю. Но эту дату я запомню на всю жизнь, потому что после того, как я вернулся из церкви, все, кто меня встречали после этого, они говорили, слушай, у тебя все в порядке? Ты стал совсем другим человеком? Я говорю, а что я стал другим человеком? Я уже 15 лет не пью, я перестал пить алкоголь. Я алкоголиком никогда не был, но употреблял достаточно часто по разным поводам и без повода, как говорится. Но я перестал пить лет 15 назад, до этого, может быть, чуть меньше. Я перестал курить лет за 10 до этого, я 25 лет курил. И все это было, будучи еще вне веры в Иисуса Христа. И я давно уже не сквернословил, то есть я, конечно, мог, если мне хорошо довести, выразить, так сказать, исконно русским языком свои мысли, дав фору очень многим. Но я давно уже не употреблял сквернословие, я не слушал шансон никогда, я не ходил на дискотеки, то есть я и до этого не считал себя чем-то таким особенным. А мне говорят, слушай, ты изменился, ты стал просто другим человеком. И когда я пришел к Иисусу, я понял, что на самом деле слова в Писании, которые я потом уже прочитал в посланиях и так далее, я понял, что действительно то, что я раньше любил, я начал ненавидеть. То, что я раньше терпел, я начал видеть и осуждать. Благодаря вот этому осознанию я проповедовал Евангелие, потому что я не говорил с человеком, которого я вижу, и он грешит, а я говорил с грехом. Я говорил ему, тебе не место здесь, ты не имеешь права здесь быть, потому что мы по образу и подобию Божьему. Люди приходили в церковь, люди до сих пор служат Богу благодаря тому видению, той любви, которую я испытал на том служении. И я, конечно, безмерно благодарен Богу за то, что он все-таки был, долготерпив ко мне. Он терпел меня 20 с лишним лет, с тех пор, как я его впервые узнал через Тору, и до тех пор, пока я пришел и уверовал в Иисуса Христа. И я вам хочу сказать одну единственную такую, может быть, самую важную для меня мысль, я не знаю, сколько она будет важна для вас. Иисус сказал, уходя от своих учеников, он сказал, вы видели и поэтому уверовали. Но блажены те, кто не видел и уверовал. Я не видел Иисуса Христа, я не видел его ран, он никогда не был моим учителем и не разговаривал со мной лицом к лицу. Но сегодня я ощущаю, как будто он говорит со мной лицом к лицу каждый день. Он говорит мне через Слово Божье, он говорит через откровения, которые он показывает мне с помощью каких-то мыслей, которые он посылает мне в голову, с помощью чтения различной литературы, которая написана помазанными служителями и разъясняющие места Писания. Я хочу просто сказать, что для меня было очень важно понять, что если я хочу услышать Слово Божье, мне нужно прислушиваться к Нему каждый раз, каждый день. Потому что если Бог решил что-то нам сказать, Он обязательно это скажет через братьев, сестер, может быть даже через грешников и язычников, как это сделало было Иония в свое время. Но важно, чтобы вы любили тех, кому вы идете рассказывать Евангелие. Потому что если мы не любим то место, в котором мы проповедуем, мы не можем нести истинную любовь Божию. С любовью к вам в Иисусе Христе и с благословенной Святой Земли. До встречи. Пока.